И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрилла Тэйченко, про этот, на связи Вескер. Но это четвертый эпизод, где мы продолжаем осуждать гребаного. Ну, точнее, четвертый на этой неделе эпизод. И мы продолжаем осуждать тупого папашу из предыдущего эпизода, который решил свой... И я должен сейчас одну вещь вам ответить. Я записываю этот эпизод во второй раз, потому что у меня случился баг с программой. И такого там не было. Но зато мне стало интересно, как она красиво падает, летит. Падали? Отлично, поднимаемся. Забавно. В прошлый раз у меня такого вообще не наблюдалось здесь. В прошлый раз, с того, что я записывал эпизод, я не буду ничего спойлерить. В данном случае вполне адекватная будет реакция моя. Не переживайте. Все спойлеры нам уже проспойлерили конкистадоры в начале. Этой локации. Так что, ничего нового не будет. Это ожидаемо. То же самое я сказал в прошлый раз. Тут реально прям безумные локации. Так. Хватит уже играть с гидотроглора. Давай, давай, давай. Я прошел достаточно неплохо здесь. Поэтому локацию более-менее знаю, что нам тут делать. Ветер веками шлифовала эти сооружения. Ага. Пусть пошлифует для нас еще. Нет, это обычная мельница. Давай-давай-давай-давай, есть. Ее надолго бы не хватило бы. Идем аккуратненько, не торопимся. Вот и все. Ладно, я иду дальше. Здесь описан обряд посвящения, о котором говорила Корианка. Во время очищения, после череды бедствий, начнется затмение. Откройте серебряный ларец ключом Чакчель, чтобы впитать энергию Кукулькана. Наконец-то адекватная инструкция. На ней это самое место. Здесь изображен щит вершителя эпохи, который стоит на подставке. Лежишься, скоро мамский язык выучим. Хоть я не умею на нем говорить. Тысяча глаз. Инстинкт выживания действует во время движения по кронам деревьев и вдоль стен. Твою-твою, да не твою. Мы-то на Яматай проходили. Черт, нельзя так рисковать. И вот тут я остановил запись. И, кстати, тебя на Яматай не научил так не рисковать. Помните тот гребадый зиплайн у нее? У нас даже на этот шерсть есть очень популярный в Паралару. Очень популярный до сих пор. Давай! Мне это не нравится Мне не нравится этот звук Мне не нравится этот звук Ладно, сейчас пока я спокоен Пока ловушки здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тём к песикам Он прям так и орёт Здесь собачки будут Правда я не понимаю Какого хрена собакам тут делать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она должна была зацепиться. Только я не знаю, почему она не зацепилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы видите? Именно же с разбегу, что ли? О, спасибо. А тут нас скала ждет. А я не понимаю, почему она не хочет цепляться. Тут не за что цепляться. Вот только вот за это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она так нам рушку чаянет. Пожалуйста, хватит меня пучить. Ужи, извини, Лара. Ты не классическая. Знаете, забавно что? Я поклонник плоской груди, но при этом... Я понимаю, что для классической Лары нормальная, средняя такая или крупная грудь, это то, что надо. Для байонеты ужасно, но для Лары это самое святое. Да ладно! Ну вот не идет, Ларик, рофт, плоская грудь. Ну, не бывает такого. Так что вагонцы смогут сказать, что, может быть, я и фанат плоской груди, но я понимаю, что если грудь красит человека, и она ему реально подходит, то он должен быть большой. Ну, соответствующий его, конечно, комплектации. А с каких пор у нас кинжал сзади? Я знаю, что у нас есть специальный усиленный нож, но это не он. Это Чакчелевский, вы заметили, кстати? Я что, пошел впереди по работе, что я опять с этим заданием делал слишком? Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Как долго грузится? Вроде бы возвращение, а бачную зону. Видимо, она обратно топает в Пайтите. Золотой город. Ну а что, в прошлый раз точно так же долго шло. Наверное, здесь. А у нас к вам сколько? Всю 12 минут эпизод пошел. Я считаю. Я считаю. Забавно, может через какой-то квестик появится дополнительный. Может по городу пробежаться. Наверняка, может, что-то еще есть. А я не в курсах. А то смотрите, что мы с вами. То найдите предателя. Спасите четырех выживших. То спасите девочку от самонекотери безумца религиозного. То раскройте противную размотную бобень, которая убила порядочного мужа. А то здесь как бы и поиски щита. Уверен, что им все на реке будет в городе. Может, там добыть продукты такие-то. Я тебе дам тысячу... Я дам тебе миллион золота. Это, кстати, реально не хватает. А если я буду цариться не в шлем, а в горло? Это поможет? Ну, сейчас было. Ловушки. Используйте Б для обхода ловушки. Иноземка прошла по пути Хунарак. Значит, скоро нечистится, но грядит сюда. Кто-то говорил, но я никого ни хрена не видел. Подождите, это я в казармах, что ли? Где бы раньше были уже? А у меня есть мое... Спасибо. Вот теперь-то я повеселюсь как следует. Я их не вижу, но я знаю, что они здесь. Затмение. Вода. Огонь. Это череда бедствий. Очищение. Император Синчи-Чика стоит на вершине города. Сотни людей собрались вокруг него. Спрятались за щитом. Он изменяет мир и ведет свой народ в новую эпоху. Так вот, кто устроил великий потоп. Мамский язык. Ну, я, получается, прокачал язык полностью, что ли? Хорошо. Моя бесстрашная корианка. Поиск щита придется отложить. Эцли схватили и держат в древних казармах. Я собрала отряд, чтобы спасти его, но ты должна провести нас туда. Ты знаешь эту местность лучше всех. Лара Крофт, чужестранка, о которой я тебе рассказывала, тоже согласилась нам помочь. Она мне нравится. Мы можем ей доверять. Береги себя. Прекрасно. Нам дали рекомендации. Ой, красота. О, вы тут откуда, парни? Я всю местность проскодировал их нигде не было, откуда они взялись. Святататство. Я не буду зачитывать, если что вы почитаете. Ложись и отдыхай. Так, эти следят друг за другом. Да и пусть продолжают видеть все на земле. Я понимаю, что не сюда. Давайте я делаю вот так. Хитрожопа, но все же. Если мне дают возможность быть хитрожопом, я буду хитрожопом. Чи да. Хитрожопа. Иди сюда, латай! Больше никого пока не вижу Калантикон уно Хадика-лил Уболили летен вейхону Тиалинтон Не же тот Бегетс И как ей прятаться в грязных стенах? Она не хочет пачкаться. Ну, явительно, ей в этих одеяниях потом ходить по городу. Стирать ей еще надо, что ли? Конечно же нет. Тут все на виду. Если я сделаю шум, у меня будет только худо. Да-да-да-да-да. Лежи, отдыхай. Отлично. Еще одним идиотом меньше. Черт, они все тут ходят. Может, у меня воспользоваться моментом чисто сбежать туда? Пока! Здесь надо смотреть под ноги. Здесь можно было бы сразу двоих перерезать. Ну ладно, уж сами давай. Медленно и аккуратно. Надо спешить. Давай, прелезай. Иона, Корианка была права. Сектанты спрятали щит в глубине горы. Корианка? Лара нашла его. Щит вершителя эпохи. Я верила в него. Он прекрасен. Я... Найди ее! Черт. Лара, что такое? Здесь кто-то есть. Чтобы лишь держаться, не потом не ждать эту кат-сцену, сами понимаете. Я, конечно, приятно посмотреть на простой кусок миди. Давай, 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 давай. Yes! Бегон, 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 бегон! Бегом, бегом! Привет! Что ж ты никак не умрёшь, паразитка? Уж извините, живучий! Первый адекватный ответ. Ну, красота. Так, давай наверх. Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Есть! Эй, я успел! Не буду сейчас никого убивать. Наша задача ж просто убежать, да? За щитом. Вот и прекрасно. Отлично! Вперёд! Нет! Мне лучше убежать! Надо переведиться! Сейчас! Выходи отсюда! Пожалуйста! У меня тут на всех хватит! Остались только вы с тобой! Серьёзно? Не стрелять! Надо узнать! Не успели она! Она на нас охотится! Давай-давай-давай-давай! Лезь! Лезь! А, чёрт! Они не дадут мне залезть! Я её залез с места! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! крутой! Вы можете стрелять не по машине, а по мне? Даже стыдно! Наследний, шанс на твою яйца? Пожалуйста, я рад! Всё! молодец много человек где к сучу сохранюсь хочу их заболтать может что какой-то секретик валяется проверьте все таки надо у патрушки я беру для дробашка сам эту хватит прятаться не надо прятаться она прячется как-то прятаться надо она не прячется вы слышите этот звук кстати это они виндиго гуляют везде когда надо не помогает тоже сделаю побольше это у меня полна наверно я тут что-то и упустил внутрь войти можно более полупрозрачный барак нет нельзя ладно главное всех изрешутили и все нормально ну то мы теперь впервые увидели взаимодействие тринити этих туземцев надо вернуться в деревню и рассказать про тринити и где этот его тут не будет или он останется на сладкое это только четыре эпизода записывал еще на след на еще и еще на 2 недели впервые записать все за раз хочу не переживать ребят есть у меня одна идейка надеюсь я ее реализовываю уже сейчас есть мне такая хорошая мысль стать ваши комментарии в конце стрима хорошие естественно красивые комментарии стрима эпизода . назоваться не наш сам только лет стримы в большей степени чем уже геймплей записываю так хочу вернуться еще и геймплейный формат можно геймплей кстати реально помогают развивать канал очень хорошо забейте боли в виде по стелсу начал проходить только они узнали что я щит взял что странно может из-за толпы трупов которые они обнаружили подождите а как бы они среагировали если бы я не прошу у них он не бил бы этом никак бы это не сделал но и ладно это на сюжет обоснованно красном находится в поле зрения исчезновение находясь в бою улара может исчезнуть крышу связи противостояния нескольких секунд нажмите бэ чтобы совершить рывок и скрыться от противника можно боя грязь заказчики заданий среди людей можно найти заказчиков заданий которые предлагают побочные задания увидеть список доступных и выполненных заданий можно на экране задания открыть карту и список всех доступных в ней заданий заданий и секретов находок заданий секрет получив ролл удержите лб найти нажмите а чтобы залечить раны с помощью кастых с растений и ресурсов в принципе да когда мы вернемся в год я выезд что фар край бы успел буду немножко сейчас сыграть пока мы ждем отлично и я тут я мог бы это расстояние сам пройти они сразу сюда запихнули спасибо лара ты справилась щит вершителя эпохи а это не он что такое но ритуал принести в жертву ткань нет не ткань судьбу а принести в жертву также может означать создать традиционный перевод таков мы вершим свою судьбу как я и думала посмотри здесь символ предки но это может значить самозванцы да амару это и нужно доказать что кто угодно может вершить судьбу не только наследники первого императора все так то есть он испогонил щит никто не должен это видеть это подорвет веру нурату восстание будет в опасности это подкрепит уверенность амару в том что именно ему суждено преобразить мир лара нужно его уничтожить это не лучший выход но правду навек не скроешь это да думаю ты права можешь просто перековать тогда вместе как сестры вместе несмотря ни на что добывая щит ты показала удивительное мужество спасибо этот лук мне дали когда я вступила в ряды куачики ни на шаг не отступая в бою и никогда не покажет это наша единственная клятва сегодня ты не отступила ни на шаг лара у тебя сердце куачики и для меня будет честью если ты возьмешь этот лук можешь посвятить и сразу вашу куачики корианка я это честь для меня не спрашиваю щит сказал не спрашиваю даже знать не хочу зачем вы его жжете я рад что ты вернулась сать зачем ты орешь более того и согласен и он и зачем его сжечь этот щит сделан из грёбоды биги и вы костюм привет привет это тебе не игрушка еще на задание это мой новый трофей вещь который амару дорожил больше всего он носил его на шнурке на шее поближе к сердцу и ты его стащила пришлось ты знаешь что это карта диск с шифром тайное послание да и если амару счел нужным его зашифровать мы обязаны выяснить о чем она попробую может шифр указывает на затопленную преисподнюю на кресте майя вода течет с юга а юг ассоциируется с желтым цветом путь гора небо восток ну что ж вариант я выстроила символы они указывают на некое место это тебе о чем-нибудь говорит горный путь небесный путь восточная гора да когда амару был маленький его семья жила у подножия восточной горы он должен хорошо знать эти края идеальное место чтобы спрятать что-то важное если что-то найду скажу жду не дождусь гениально спасибо спасибо за все что ты сделала может следующий раз мы пойдем символ по центру это затопленная преисподня когда верхнее положение занимает символ пирамида видны следующие символы по часовой стрелке начиная сверху новый тот кто пишет огонь путь манский язык расшифровано по 100 процентов спасибо и если расположить желтый на юге видны следующие символы путь гора небо восток есть еще коду задания которые я могу взять могу не брать у меня нет столько места к заполнилась я коплю очки так как нечего делать увеличив длительность эффекта зарядия полезный навык был бы в данном случае неистовость ягуара повышает сопротивленность урона на 7 противникам короткое время после бесшумного убийства снадобие выносливость уменьшает урон от ближних атак эффект снадобие уменьшение полученного урона от яда беру это направление я последний время умираю только в путь потом не говорит что у тебя места нету так куда нам теперь пока не идем по сюжету продолжаем идти дальше идите к восточной горе какой восточной а вот она а точно восток запад перу нет стоп дожить там сама должна быть западная у меня нет столько места она недалеко и без нахер такая важная шишка чтобы нахер не посылать пойдем по городу может что найдем какое-нибудь еще задание дополнительное о и мелкий картежник как жизнь нельзя сюжетном костюме чтобы пройти дальше дети в базовый лагерь или найдите другой реально нельзя а я думаю можно я змеи ну тут есть задание которое я не могу сделать пока что значит компрометирую себя вот я у восточной горы простите да скажите а вы давно тут живете всю жизнь стало быть очень очень давно вы наверно знали о мару когда тут был маленьким знал ли я мару знал как же и брат его тоже и он еще жив а мару был из них старший тихий мальчик умный обоими двигала страсть к неизведанному они стремились познать мир но если сари был исследователь авантюрист то а мару ученый из них получилась отличная команда они подталкивали друг друга к новым свершениям они были близки неразлучны неразлучны все братья время от времени ссорятся но эти двое любой спор улаживали за считанные минуты и от этого их дружба только крепла а что до остальных они никого к себе не подпускали для них это была игра они обожали секретничать у них было свое убежище тайный язык и все такое убежище да они лазали туда по простите столько лет прошло как они его называли небесный путь точно путь на небо я хочу пройти по этому пути вы примерно представляете где он может быть если вы не заметили вы стоите у подножья горы вот и карабкаетесь спасибо старик а вот и дорожка прям до черчина дам с дороги а мы сюда лазали уже да я тут уже был о я говорил про это место видите забавно как на закрытые было открыты я каждый путь находил раньше время деяне все были закрыты а теперь гляди заходи залезай просматривать почему нельзя было сразу такая вот везде все прошарила быстренько а потом надо найти древний щит ээээ простите вы про этот щит говорите о откуда он у тебя да шла тут побегала обыскивала все ладно у нас тут тайное послание о мару дайте посмотрю а я там уже была вот пожалуйста держите результаты моих исследований а Че ты не знаешь readers покажите что у вас есть какое задание я сразу посмотрю может я уже делал которых давайте пойдём поймаем гребаную женушку который убил свою мужа откуда ты знаешь это такистика это реально кто забав Kathryn это выходит путь в небо сорок Нашли щит Прошли через Как грабный хит И его в конечном итоге Сожгли Нет, если все-таки на щите стоит реальная метка И это не искажение То понятно, почему щит Решили сберечь Но с другой стороны, если так посмотреть Тогда же получается Что Делают именно Верховенцы королевской власти То есть, по сути, Лара Мешает развитию общества В таком смысле То есть, если раньше Нет, я понимаю, что щиты Используются в интересах Тринити, что любой может Взять престол Но Разве это же не означает Формальную демократию В их обществе в каком-то смысле Адекватно В каком смысле То есть, возможность избраться По мнению большинства А она тут, по сути Занимается тем, что Делает Накожирная Старая руководительница Неизвестного учреждения Под фальсовкой голосов Да уж Должили До чего Фальсифицируем результаты голоса В будущем Ладно Тайный город Давайте на этом с вами сегодня закончим Я буду еще впереди записывать еще несколько эпизодов Ребят Всем спасибо, кто нас смотрит Кто ставит лайки Кто пишет комментарии Которые Ребят Времени Высвечиваются в конце эпизодов Ну и конечно же, ребят Всем большое спасибо Доброго всем вечера Хорошей завтрашней пятницы Пока-пока Увидимся И что вы думаете Как долго Подруга Лары Сжигала Щит из чистой стали Ну, может не стали А из меди И всего остального Очень долго В публичном окружении На глазах многих людей Которые точно понимают Что это за щит Самоконспирация Ну, они дебилы Вот реально Две дебилки Удачи Субтитры сделал DimaTorzok